Приветствую дорогие подписчики, извините, и гости канала Вудбой, мобильные компьютерные игры. Продолжаем проходить игру приключения на голодный желудок Винни-Пуха. В прошлый раз мы прошли день рождения, извините, пятачка, а в этот раз будет день рождения Ру. Пух вспомнил день рождения Ру и совсем забыл о своем урчащем желудке. Сегодня у Ру день рождения, а я еще не успел найти для него подарок. Надо спросить у Кенги, что Ру понравилось бы. Ясно, пообщаться с Кенгой. Че ты не бьешь? Снизу не хочет бить, че там. Ух ты, че это такое? Кажется, здесь должен быть рычаг, чтобы опустить этот мост. Ну ладно. Ясно, есть проход налево. Но мы сначала соберем все горшочки. Что интересно, мы их как-то... А, я хотел сказать, что мы их никак не используем, но потом вспомнил про пчел. Пчелы, мы ведь отдаем некоторые горшочки пчелам. Они обнулились с началом уровня. Те, что мы собрали в прошлом уровне, нам не засчитались в этом. Ага, судя по звуку, слонопотамы наступают. Ага, нужен где-то шарик, а вот он. Все словно потамы. Пока-пока, до свидания. Ну-ка, что у нас тут? Ничего особенного. Просто проходной экран. Ладно, не буду пытаться все собрать, раз уж они тем более все равно обнуляются с началом нового уровня. Смысл всех собирать не вижу. Здравствуй, Кинга. Я ищу подарок на день рождения Ру. И вот решил спросить тебя, что он хотел бы получить. Ах, как мило с твоей стороны, Винни-Пух. Ру говорил мне, что хочет прыгать как тигра. Вот такой подарок подошел бы ему в самый раз. Спасибо, Кинга. Какая хорошая идея. Где тигра, я не знаю. Но, может быть, тебе стоит спросить, у кролика он в лесу? Понятно. Как говорит с кроликом. Так, наверное, нам наверх. Да, наверх и налево. Так, всякие дурачки тут ходят вокруг. В парке сегодня. Ну, ладно. Надеюсь, они нам не особо помешают. Привет, кролик. Ты случайно не видел тигру? Тигру видел. Из-за его прыгания случился вал. И путь теперь закрыт. Тебе понадобится лопата, чтобы пройти. Ммм, интересно, где я могу найти лопату. По-моему, я видел одну по пути к дому пятачка. Но тебе понадобится рычаг, чтобы отпустить мост. Понятно. Рычаг, мост, тигра. Ну-ка. Мы можем снизу влево пойти. А вот и рычаг. Спасибо за пароль. Если надо, ставьте на паузу и записывайте. Ну, собственно, мы можем идти на начальный экран теперь. И вставлять этот рычаг. И опускать мост. Посмотрим, что это за глобом. Кажется, лопата здесь была бы... Здесь бы очень пригодилась. Я думаю, он скажет, была бы здесь очень полезна. Ну, это одно и то же. Надеюсь, вам не слышно всяких дурочков, которые... Мне-то слышно, они немножечко отвлекают. Ну, ладно. Приходят, тут кричат всякие. Так. Я думаю, нам надо вниз. Направо и вниз. Да. Угу. Возьмем еще горшочков. Судя по звукам, здесь где-то словно потамы. Будут мне мешать. И даже я не могу пока рычаг вставить. Потому что там нет, он не блестел. А теперь блестит. Вот и мост опущен. Ура. А когда еще нибудь говори, чтобы не слышать всяких ущербных существ тут вокруг. Которые еще и матерятся. Вот уроды. Так. Где-то тут должен быть тигром. Наверное, черная точка этого. А вот и лопата. Ух, 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 я не могу вытащить эту лопату из земли. Почему? Кто-то же ее засунул. Значит, можно и вытащить. Суслик, ты не мог бы помочь мне вытащить эту лопату? Несомненно. Я потолкну ее из-под земли. А ты будешь тянуть сверху. Только поторопись. У меня много дел. Ага, хорошо. Спасибо, суслик. Всегда, пожалуйста. Лопата. Так, 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 так. А мы куда, собственно, ем? Наверное, нам возвращаться надо к кролику. Да? Я, честно говоря, забыл, зачем нам лопата. На всякий случай соберем горшочков. Направо он не идет. Хотя, кажется, что есть дорожка. Да, видим, мы возвращаемся к кролику. А, стоп. Я вспомнил, зачем нам лопата. Там же была глыба земли. Вот туда и пойдем. Ту-ту-ту-ту. Так, словно, Потапы снова здесь. Да что вам не сидится-то дома-то? Ладно. Неважно, я прошел и ладно. Нам надо вот налево, да. Налево, наверх, а потом снова налево. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Годишь, пригодятся. Налево и наверх. Да, вот здесь. А теперь снова, теперь снова налево. Музыка что-то изменилась. Хотя, казалось бы, почему. Теперь мы, наверное, увидим тигру. Не, пока не вижу тигру. Зато вижу слонопотамов. Интересно, что словом слонопотамы тут обозначаются очень разные существа. В том числе, похожие на слонов. На каких-то непонятных. То ли кенгуру, то ли еще что. И даже на этих пчел. Все это слонопотамы. Смотрим. Да, вниз, направо. И здесь они меня преследуют. Нет, окружают. Все. Ну как, куда тут есть ход вниз? Ну, вниз так вниз. Пока я со слонопотами не разобрался, тут даже ничего и... Эх. Они не мигали, вот эти штуки. Ящики. А вот и тигра. Внезапно он спит. Днем? Чего это он спит днем? Надо же по ночам спать. Тигра? Тигра? Боже мой, он спит. Ммм, интересно. Как бы мне его разбудить? Нужны тарелки, да? А можно просто подойти и подтормошить способ попроще. Все вы любите усложнять. Можно просто крикнуть под ухом. Наверняка проснется. Там нет какие-то тарелки. Так, мы можем идти направо. Где-то здесь, наверное, тарелки есть. Так, снизу, справа что-то есть. Там мигающая точка была. Или мигающая пятнышко. А это кролик. Внезапно. Эта машина сходит меня с ума. Не могу заставить ее работать. Видимо, мне придется заставить ее работать. Нет, что-то, у меня тоже не получается. Ммм. Я не понимаю, что такое. Я в небольшом тупичке. К счастью, эти ущербные существа ушли подальше. Ура! А вот и тарелочки. Ура! Теперь мы сможем разбудить тигра. Тигра, ты проснулся. Прости, дружок Пуг. Что-то я задремал. Я был здесь так долго, что сам не заметил, как уснул. Ох-охо, я надеялся, что ты научишь упрыгать так же, как ты. Я бы с удовольствием, но сначала мне нужно отзастряться отсюда. Странное слово. Что бы это значило? Отзастряться. А ты знаешь, как это сделать? Тем более, да, что это вообще такое? Не-а. Ну, я думаю, у кролика есть что-нибудь для отзастревания тигров. А-а-а, отзастряться. То есть он застрял, ему надо вылезти. Понятно, надо поговорить с кроликом. Мы уже поговорили, но мы тогда еще не знали, что нужно помочь игре отзастряться. Я думаю, они, конечно, молодцы, что придумывают новые слова. Творчество. Прости меня, кролик, но ты случайно не знаешь, что я могу использовать, чтобы отзастрять тигру? Отзастрять тигру? У меня есть хорошая деревянная палка. Она должна помочь в таком деле. Вот только бы заставить эту машину работать. Могу я помочь? О, да. Да. Если ты сможешь использовать эти рычаги в правильном порядке, то она заработает. Я так и думал. А раньше мы не могли что-то использовать. Надо искать... Не получилось. Попробуй еще раз, Пух. Я уверен, на этот раз ты справишься. Ну, давайте. Не получилось. Ну, ладно. Всего девять комбинаций. Но мы их все не дошли до девятой. Ура! Машина работает! Спасибо, Пух. Ах, чуть не забыл. Вот палка, которой ты сможешь отзастрять тигром. И чтобы самому помочь. Пошли бы вместе и вытащили тигру. Нет, палку дал. Ну, ладно. Мы, видать, в одиночку справимся. Фигура, ты где? А, вот он. Ох, 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 теперь я застрял. Не волнуйся, Пух. Я сбегаю за сусликом. Он эксперт от застревания. У вас должна быть палка, я думаю. Ты мог бы вытащить его палкой этой же. Шшшш. Нужно навести себя очень тихо, чтобы никто не заметил. Двигай тигру с помощью крестовины и не забывай прятаться. Как это прятаться? А как я могу прятаться? А, ясно. Ой, я где-то сохранился не там. Вот, что бывает, когда не там сохранишься. Так, все это мы пропускаем. Мы это уже читали. Вот здесь надо сохраниться. Теперь я понимаю, что означают эти черточки, которые только что были тут. Это как бы зона видимости слонопотамов. Они, видать, подслеповаты. Ой-ой-ой. Все, и раз увидели, то уже... Просто тигр какой-то медлительный. В мультике он был офигенно быстрым. А здесь как будто он еле ходит. Да, пошел отсюда. Это то, что называют стелс-элементы. Я бы назвал это прятками. Ну, потому что мы прячемся. Отлично. Надо изучить их траекторию. Как они ходят. Вверх-вниз, вверх-вниз. Этот ходит, видимо. Попробуем пока пройти здесь. Я говорю, эти слонопотамы подслеповаты. Видят всего на метр от себя. Эй-эй-эй. Осторожней. Куда ты теперь пойдешь? Понятно, вниз. Так. Даже карты нету в этом месте. Ну, как так без карты-то? Это не проход, это тупик. А вот и суслик. Привет, суслик. Старый добрый пух застрял. А что ты пух с маленькой буквы? Ладно. В одной из твоих нор. Звучит заманчиво. Я разберусь. В смысле заманчиво? Спасибо. Я буду ждать здесь. Вот ты где я. В следующий раз смотри, куда идешь. Очень хороший совет, суслик. Спасибо. Ну что ж, сынок. По-моему, твой друг Тигра ждет тебя. Ну, раз ждет, то дождется. Мне надо наверх, налево. Наверх, направо. Сейчас я вам бабах. И здесь они. Они повсюду. Ну что, где-то здесь Тигра. Вот он. Уху-ху-ху. Мы должны поспешить. Пу. Вечеринка ру. Вот-вот она. Начнется. Уху-ху-ху. С днем рождения, ру. Тигра, пух. Как здорово, что вы пришли. Еще бы, ру. Мы бы ни за что не пропустили твою вечеринку. А теперь пора научить тебя супер-пупер-прыганью. Тигра, это самый лучший подарок, который мне когда-либо дарили. Уху-ху-ху. Ха-ха-ха-ха-ха. Благодаря Тигре и Винни-Пуху, ру получил самый лучший подарок на свой день рождения. Ну и хорошо. А у нас открылся новый альбом фотографий. Тигры. Дня рождения Тигры. И его собственный день рождения еще что ли еще будет. Похоже, у нас осталось три дня рождения. Но день рождения Тигра будет в следующий раз. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. До новых встреч. Продолжение следует. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше. Продолжение следует. Продолжение следует.